Приветствую вас. Во-первых, нужно сразу определить, что если встала такая проблема, значит мужчина ушел из семьи, да, и ушел он скорее всего, ну не просто так. То есть на это были какие-то причины. Причины могут быть самыми разными, но все причины сводятся в основном к двум видам. Первое, это отсутствует чувств, что это как-то таковых чувств, больше нет. Либо у мужа, либо у жены, либо у обоих, и поэтому человек уходит. То есть, либо это связано с тем, что есть какой-то конфликт, то есть какая-то крайне неудовлетворительная история. Вот. И мужчина соответственно уходит, потому что он не видит для себя, не видит для себя никакой возможности, значит, ну данную ситуацию исправить. Просто вот никакой возможности для себя он не видит. Абсолютно. Это не хорошо, это плохо, но это можно как угодно называть. Но это две причины. Две причины, по которым супруги могут уходить из семьи. Ну и соответственно не сложно догадаться, что как и сказали в общем-то мои коллеги, что нужно найти причины, по которым человек ушел. И дальше уже определить свое отношение к этим причинам. Да? То есть, грубо говоря, готовы ли вы что-то менять? Готовы ли вы что-то исправлять? Готовы ли вы что-то делать? Или наоборот, считаете его одного во всем виноватым? Соответственно, исходя из вашего отношения к проблеме, уже можно что-то дальше предпринимать. То есть, если вы понимаете, что в проблеме, ответственно замешенные вы, то есть, вы создали проблему, вот, значит, то вам нужно что-то менять. И в таком случае, меняя что-то, вы будете создавать необходимые условия для того, чтобы человек к вам возвращался. Понимаете? Понимаете, какая история? Либо вы менять не будете, но тогда вероятность этого существенно снижается. Дальше. Дальше. Вы говорите, вернуть мужа семью. Да? Вернуть. Вы говорите, это так, как будто он, знаете, блудный сын или типа того. Мужчина не блудный сын. Мужчина это не вещь. Мужчина это человек, у которого есть свои желания, у которого есть свои какие-то потребности, которые, ну, скорее всего, чего-то хочет. У него есть свои желания. И я бы не сказал, что можно просто взять и вернуть человека. Я бы не сказал, что можно просто взять и вернуть его, если он ушел. Если он ушел, значит ему что-то не нравилось. И в первую очередь нужно понять, что именно ему не нравилось. И почему? И только уже тогда можно будет подумать, можете ли вы его вернуть или нет. То есть есть ли у вас реальные шансы на его возврат или нет. И относиться к этому нужно максимально демократично. То есть есть вероятность успеха, а есть вероятность неудачи. Это нормально. Вот. Понимаете? Поэтому здесь вот очень важно, на каких условиях вы, ну, хотите его вернуть. Следующий аспект, значит, к которому мы подходим, касается целей. Для чего вы хотите его вернуть? Для себя или для него? То есть если вы хотите вернуть его для себя, потому что он нужен вам, не очень хорошая идея. Ибо, ну, понятно, что любовь и здоровые отношения выстраиваются все же на возможности и на потребности делать человека счастливым. Если вы не можете сделать его счастливым, то получается согнуть его и уходите, потому что он нужен вам. А это всегда означает некий такой эгоистичный, немного эгоистичный, немного шкурный интерес, и ничего хорошего из этого не получается. Как правило. Поэтому определите свои цели, зачем вам его возвращать. Это важно. Это важно. Потому что... Возврат... Человека. Должен быть... Для него... Полезен. Должен быть для него эффектен. И... Человек должен видеть, что он получится с ним вернется. Затем. Вот. Следующий момент, который мы с вами затронем, это фундамент. То есть... Вы хотите вернуть... своего мужа. Я вас... Понимаю. Очень... Очень хорошо... Понимаю вас. Что... Вы... Хотите его вернуть. Вот. Но для того, чтобы вернуть нужен контакт. Я полагаю, что вы не будете с этим спорить. Значит... Если... Нужен... Контакт... То есть... Даже не так. Если необходим... Контакт... То значит... Необходимо создать условия, чтобы... Чтобы... Этот контакт... Был... Давайте подумаем... При каких условиях... Контакт с вашим мужем... Стал бы... Чем-то... Реальным... Чем-то... Материальным... И так далее... Вот... Что... Просто... Что... Могло бы... Обеспечить... Реальный контакт... С вашим мужем... Не просто реальный контакт... Даже... Не просто реальный... Но еще и... Здоровый... Продуктивный... Контакт... Которым... И вы... И... Самое главное... Мог... Ну... Если... Мы... Говорим... Про... Его... Про... Возврат... Человека... Чувствовал... Быть себя... Максима... Максимально... Максимально... Комфортно... Максимально... Удобно... Максимально... Хорошо... И... Непринужденно... Для этого... Необходимо... Завязать с ним... Общение... Как минимум... Друзеское... Как минимум... Друзеское... Чтобы... Человек увидел... Что... Вы... Не настроены... К нему... Враждебно... Чтобы... Человек увидел... Что... Вы... Просто... Хотите... С ним... Пообщаться... Просто... Хотите... С ним... Взаимодействия... И... Все... И... Это... Его... Расслабить... И... Возможно... Если... У него... Остались... К вам... Чувства... Повторяю... Если... У него... Остались... К вам... Чувства... Приведет... Его... К вам... Постепенно... Ну... И... Не сразу... Но... Приведет... Конечно... Важным условием является... То... Что... Вы... Измените... Своё... Поведение... И... Не будете... Вести себя... Так... Как... Вели себя... До этого... Потому что... В этом... Случае... Увидя... Что... Ничего не изменилось... Мужчина... Может... Редко... Дать задний ход... И... Вряд ли... Его... За это... Можно будет... Винить... Потому что... Наверное... Любой... Любой бы... Наверное... Сделал... Примерно... То же самое... Вот... Просто... Потому что... Ну... А... Если что-то не нравится... Да... Если что-то не по душе... То... Для чего... И зачем... Собственно говоря... Терпеть... Терпеть... Что-то не нравится... То-то не по душе... Вот... Я думаю... Что... Вы это... Сами... Прекрасно... Для себя... Понимаете... Вот... Вот... А... Вот примерно... 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 Так... Можно ответить вам... На ваш... Вопрос... Примерно... Так... Можно ответить... От... Вatar... недостаточно, но и вы также постарайтесь понять, что информации, которую вы предоставили, информации, которую вы предоставили, недостаточно для того, чтобы сформулировать более точечные, более уникальные рекомендации по возвращению вашего мужа. Вот. Если он ушел к кому-то, то здесь ситуация складывается еще, в кавычках, веселее, потому что в таком случае вернуть его будет несколько послошнее, но все же, все же, вполне реально, если вы, опять же, будете обращать свое внимание именно на него, а не на, допустим, себя. Папа, если вы будете смотреть на его желание, а не на свои. В этом случае шансы, что он к вам, шанс, шансов, что он к вам вернется, будет гораздо, гораздо больше, ну просто по объективным причинам, потому что мужчине в любом случае будет приятно, что вы думаете о нем, а не о себе, ибо он, скорее всего, считает, что вы думаете только о себе. Вот. Примерно так можно ответить вам на ваш вопрос, надеюсь, что помог вам. если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, вам, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.